Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Бажан, я столер, токарь по дереву, блогер. И сегодня снимаю такое видео. О чем? Судя по тому, что вы видите, это моя новая лампа, и как раз стоят там всякие фотографические дела. Можно подумать о том, как мы будем снимать эту лампу. Но нет. Меня тут зацепил один человек. Когда я писал про школу, про свою, школа, и человек пишет. Вот кто, мол, может работать, тот работает, а кто не может работать, тот учат. Вернанский подписывает. Я думаю, ну Вернанский был человек умный, соображал. Думаю, что-то не так. И действительно не так. То есть, во-первых, Бертаншоу написал это, а не Вернанский. А во-вторых, как бы очень много споров было по этому поводу еще там давным-давно еще, пока нас не было. То есть, понимаете, совершенно не обязательно работать ради того, чтобы работать. Вот. Но видео-то будет совершенно по-другому. Видео будет браться о том, что мы очень часто в столярке пользуемся штампами. Что такое штамп? Штамп это выражение как бы эдематическое, то есть, ну, утверждение. Вот типичный штамп какой? То есть, найти работу в своей жизни и не будешь работать ни дня в своей жизни. Добраться, это не так. Прямо могу вам сразу сказать. То есть, вот я люблю столярку, я люблю так, прям обожаю. Но, когда, например, мне нужно сделать что-то такое не для себя, а для кого-то, за деньги, да? То есть, казалось бы, вот, твоя работа любимая, то есть, берешь деньги с людей там и делаешь что-то свое, вот именно, да? Ни хрена, не получается. Вот когда ты делаешь что-то для себя, то есть, вот, например, там захотелось мне, там, вот, ну, лампы, даже вот, не очень захотелось от лампы, там, какую-то там вазу, там, космическую, там, что-то вытащить такое, там, украшение какое-то на токарном станке. Вот это мне прикольно, я точу, прям, счастье получаю. Но мне за это никто не платит ничего, потому что такие вещи, к сожалению, не продаются. А то, за что мне платят, мне делать вообще не хочется. То есть, вот, ребята, то есть, вот этот штамп, я думаю, что я уже развенчал. Сейчас будем размечивать другие штампы. Следующий штамп, это про инструмент. То есть, очень часто говорят так. При покупке инструмента надо покупать самый дорогой, который ты можешь себе позволить. Это не так? То есть, когда-то может быть, когда, например, столярка была делом, передаваемом из поколения в поколение. То есть, может быть, это и имело смысл. То есть, купить какой-то инструмент, самый дорогой, типа, самый лучший в мире тогда, может быть, это было сейчас, это не так. И потом он перейдет к сыну А потом от сына к внуку От внука к правнуку и так далее Я могу сказать, что это вообще не так Вообще станки все нас переживут Это 100% Поэтому хороший он станок будет Плохой он станок будет Покупать самый дорогой станок В попытке того, что он будет лучше Чем недорогой Это не так Сейчас мы живем в мире маркетинга Самый дорогой станок просто самый раскрученный Вот и все Самый дорогой инструмент он самый раскрученный И не факт, что он самый лучший И вот это надо понять И уложить как-то в голове Потом, ведь очень часто мы думаем о том Что вот мы купили дорогой инструмент И через какое-то время мы дорогой инструмент Также продадим дорого Да, действительно это так Но, понимаете, в чем делать Сейчас все это склоняется Все это приходит к чему То есть вообще все производство Вся производственная схема, которая в мире существует Она приходит к тому, что Надо все быстренько менять В автопроме это очень заметно Каждый год выпускает новые модели Новая модель, новая модель, новая модель Новая модель, новая модель И старая модель, соответственно, с каждым годом становится дешевле Дешевле, 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 дешевле В станкостроении пока еще такой херни нет Но! Уже это все близко Ребята, потому что они все делают все одинаково То есть через какое-то время начнется Ты купил сама, год отработал и все И выкидываешь там Два года может отработать Так что вот Так что не стремитесь купить самое дорогое И самое Надежда на то, что это вот прям самое лучшее Нет, это не так Нужно покупать, на мой взгляд, золотую середину Конечно, у вас может быть свой взгляд Но у меня взгляд такой Следующее утверждение Которое надо развенчать Если ты мастер, тебе выстраивается очередь Значит, ребята, это не так, к сожалению То есть даже если ты мастер, очередь тебе не выстраивается Возможно, в советское время, когда там, например Были там единицы тех людей, которые могли что-то делать Может быть, не выстраивался очередь И вот даже в начале 90-х Я тут разговариваю, когда в Питере был на семинаре Там детка был такой забавный Лестницами занимается деревянными Он говорил, да, да раньше там к нам Очередь вставали, там Было расписано на 5 лет Раньше да Сейчас нет Сейчас какой бы ты ни был там супер мастер Очереди к тебе не будет Потому что мы все равно делаем такие вещи Которые нам приходится конкурировать с фабриками, к сожалению То есть, а вот частников на нас на всех не хватает Поэтому, конечно, надо становиться мастером И мастерство свое надо поддерживать И то, и все, и пятое, и десятое Но, братцы, запомните Что даже когда вы великий мастер К вам очередь не выстроится Ну, может быть, есть только в автомеханике Если вы автомеханик, то возможно, что очередь выстроится А вот в деревяшках, к сожалению, нет И сразу же следующий момент Который я хотел, на котором я хотел как бы вас застрелить ваше внимание То есть, сейчас модный хендмейк Или сейчас люди любят дерево Сейчас люди любят деревянные вещи Значит, братцы, это действительно так, да То есть, сейчас все любят деревянные вещи И вообще все любят дерево, потому что это прям дерево, 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 дерево они все его любят до того момента пока узнаются как только они узнают цену на дерево они сразу разлюбляют сразу начинают любить всякие там дсп плиты там мдф всякой другую хрень то есть знаете о всем дело то есть на этом можно купить вы смотрите там инстаграма какие-то может быть контакт там еще что-то у каждого в ленте там гигантское количество какой-то фигни там всякие там кто-то там это сделал тут и это и смотришь блин вот как человек делает на самом деле это всем это нравится но никто это не покупает за те деньги с которые ты хочешь продать и вот тут как раз очень интересный момент еще один следующий который часто я почему все снимать наш меня все время спрашивать я пытаюсь вот этим видео ответить на вопросы там как-то на максимальное количество вопросов вот человек задает вопрос он говорит мне сколько стоит моя вещь нет цены на твои вещи понимаешь то есть вот насколько может стоить вот эта штука за сколько ты сможешь продать за столько она стоит понимаешь с чем делать то есть когда вы что-то сделали ну например там изделие она может быть классным там супер вообще великим а она имеет цену какую то есть столько сколько за него дадут понимаете то есть вот вы можете там сказать вот смотрите какую я сделал штука она стоит миллион все скажут дурак ты пьяный то есть она стоит 5000 рублей я хочу миллион ну ты можешь так миллиона хотеть хотя может быть иногда и найдется какой человек который купил за миллион совершенно другой момент когда человек у которого есть миллион приходит тебе и говорит я хочу сделать вот эту штуку за миллион и вот этот разговор ты берешь делать в эту штуку за миллион а как бы то есть нужен покупатель на ваши изделия то есть не факт что вот вот это вот изделие будет стоить столько-то магазине не факт но если к вам кто-то пришел за этим изделием потому что столько-то и столько-то и столько-то и столько-то что я запутанно как сказал я думаю что все поняли следующий штамп штамп токарный читая всякие формы и высказывания людей понимаешь через какой-то момент что люди вообще как слабо представляется процесс токарной обработки древесины в основном это в чем заключается то есть они говорят я хочу резать древесину а не скоблить вот я все время удивляюсь то есть я все время думаю ну блин ну ты хочешь нарежь но ведь проблема то в том вся состоит что и резцы режущие и резцы скоблящие по сути своей режут древесину просто они режут ее под разными углами то есть там поместье там под одним углом режут да то есть реер под другим а вот например там вытачка какая-нибудь она режет тоже древесину режет но только совершенно по третьему углу просто тугу более тупой то есть как бы этот раз я спешит и 3 свежие 3 свежие 3 свежие но зачастую у человек в голове все это как будто укладывается очень туго ему как наркаж что вот этот резец режет а вот эти все не режут вот это вот скобили там они скоблят на самом деле они тоже режут и иногда получается так что какую-то операцию нужно выполнять скоблящим листом они режущим потому что режешь это затрахаешься там это все делать или там неудобно или там подлезть сложно там или еще что-то поэтому ребята не думайте о том что вот токарная обработка трезвая это красиво знать когда болезнь уберет человек там болезнь поставил сама и вот оба меслим и да пожалуйста то есть это не сложно на самом деле это кажется что это все фигня дайте ему какую-нибудь сложную форму вот такой вот он как королева страну пусть он подлезет под лепестки там меселем своим нет не подлезет или например по сегменту там по дубовому пусть он меселем попробовать проточить тоже ничего не выйдет понимаете то есть каждый резец для своей операции вот и говорит о том что я хочу отрезать а не скобли хочешь резать режь но просто не везде получится вот и все то есть браться а если как бы резюмировать вообще сеть разговоры мои сегодняшние да то есть я хочу вам что сказать то есть не надо верить всему что написано на бумаге не надо верить всему что вам говорят там с телевизора не надо верить всему что вам говорят блогер то есть включайте мозг свой всегда мать и нужно включить мозг вот эти все выражения по которым мы сегодня разговаривали они примут уже такое ощущение что они прямо лезут в нашу жизнь а им там нефига делать потому что они не все верны но все пока с вами был юрий бажон